Вы смотрите новости Карелии в студии Даниил Филин. Здравствуйте. И сначала о некоторых темах этого выпуска. На данный момент выполнены полностью объемы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия. В Киме идет обустройство пешеходных, автомобильных и железных дорог. Честно говоря, это восхищает, потому что это, в общем-то, действительно 21 век. Валентина Пивненко посетила строящиеся социально значимые объекты в Петрозаводске и Челне. За период простоя хулигана разбили все остепление, вырезали абсолютно все батареи, срезан нижний розлив системы отопления. Здание заброшенного подросткового клуба на Боровой в Петрозаводске восстановят. В Киме полным ходом идет обустройство автомобильных, пешеходных и железных дорог. О планах развития инфраструктуры города подробнее смотрите в репортаже Николая Соболева. Дорожные рабочие трудятся и днем, и ночью. До 3 сентября им необходимо положить асфальт со специальным покрытием при подъезде к городу Ким. Длина участка более 13 километров. На данный момент выполнены полностью объемы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия и идут работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. В дальнейшем будет уложен верхний слой покрытия из битумно-минеральной смеси и выполнены работы по укреплению обочин. Готовность объекта составляет 60%, а значит работы закончат в срок. К сожалению, не все подрядчики работают так быстро. В самой Киме на Пролетарском проспекте начали обновление тротуаров, ограждений, бордюров и установку остановок. Осталось 4 недели, но выполнено пока 40% от плана. Именно здесь работы ведутся не случайно. Об этом рассказал руководитель инициативной группы Андрей Мажерин. Было несколько инициативных групп, самых укрепленных было две. Это городской парк и центр города – это Пролетарский проспект. Я выступил инициатором, сделал техзадание, разработал вот этот план действий, план работ. И люди за меня проголосовали, выбрали именно этот участок. Проект получил финансирование по программе «Народный бюджет» – 20 миллионов рублей из республиканского и еще полмиллиона из местного бюджета. Кроме самих жителей, к благоустройству города подключилось и руководство ЖД вокзала. Сейчас в здании станции, где ранее находился только служебный персонал, дополнительно появился за ожидание на 150 мест. В планах также завершить косметический ремонт внутри, заменить устаревший сайдинг снаружи, расширить автобусную парковку и достроить железнодорожные пути. До Беломорска больше половины участков – это однопутные участки. Станции короткие, поезд можно сформировать и тянуть локомотивом больше, а мы не можем, потому что в станцию не уезжаем, чтобы разъехаться. Если длинный поезд тает, он перекрывает горловины. И мы сейчас занимаемся проектом реконструкции станции. Мы удлиняем горловину. Практическое удлинение у нас проходит на 600, 700, 800 метров. По словам Владимира Троянова, удлинение путей станции позволит увеличить экономию и улучшить логистику транспортных сообщений. Николай Соболев, Владислав Петров, Служба новостей, город Ким. Движение по новому мосту через реку Сяпси на дороге Петрозаводск-Суаярви планируют запустить 1 сентября. Дорожники идут с опережением графика. Им осталось обустроить дороги на подходах к новому мосту и демонтировать старый. Полностью сдать объект подрядчик обещает уже в следующем году. Согласно контракту, сдача объекта должна произойти 30 июня 2022 года. Распускная способность у него лучшая. По вираж будет уже не так, как раньше было, что надо было скорость сбрасывать и заходить на мост. И на старом мосту было уже разрушено полотно, ямы, которые мы на данный момент ремонтируем, потихоньку закидываем. И там по мосту старая проезжая часть только одна полоса. Строительство моста начали в прошлом году. Его протяженность почти 79 метров. Стоимость проекта 280 миллионов рублей. Средства выделены из республиканского бюджета. Валентина Пивненко вместе с карельскими депутатами посетила шесть строящихся социально важных объектов в Петрозаводске и Челне. Несколько детских садов, школа, почти готовый приемный покой БСМП и новое отделение республиканской больницы. Врачам депутат Государственной Думы пообещала поддержку, а подрядчикам, отстающим от графика, пригрозила включением в черный список Минстроя. О том, когда объекты будут сданы, узнала наша съемочная группа. Беглый обзор огромных размеров школы номер 55 на Древлянке для Валентины Пивненко как разминка перед рабочим днем. Строительство школы на финишной прямой. Она откроется уже в ноябре. Честно говоря, это восхищает, потому что это, в общем-то, действительно 21 век. И то, что 1350 детей будут учиться в таких прекрасных условиях, вот к этому нужно стремиться, наверное, повсеместно. Детский сад в посёлке Челна тоже никаких нареканий не вызвал. Сейчас в группах расставляют мебель, собирают оборудование и наводят порядок. Уже к сентябрю учреждение откроет двери для 300 детей из Челны и соседних населённых пунктов. Следующий объект сдать в срок уже не получится. Открытие детского сада на Хейканино передвинулось как минимум на ноябрь. Вины подрядчика тут нет. Задержка произошла в связи с изменениями проекта городских сетей. Ситуация вышла так, что отправили его на пересогласование в связи с проектом по улице Хейканино, насколько я понял. Я просто занимался Хейканино, там был готовый проект, но его пересекли сейчас сетями к этому садику. Завершение строительства ещё одного детского сада на улице Репникова было запланировано на конец года. Образовательное учреждение строят в стратегически важном месте на границе трёх микрорайонов. Однако у подрядчика возникли проблемы с закупкой утеплителя. Отставание от актуального графика строительства на данный момент идёт почти на месяц. Голый остов здания не внушает надежд на то, что учреждение будет открыто в срок. Отставание есть, отставание приличное. И, конечно, заявленная дата по концу года, она очень критическая. Она нереальная, это всё влево. Ничего есть потребность. Если будут срывы сроков этого детского сада значительные, все мне координаты этой кампании даёте, и буду Минстрой России просить, чтобы в чёрные списки внесли. После обеда пришла очередь медучреждений. Валентина Пивненко взглянула на новую пристройку приёмного покоя БСМП. Современное отделение позволит значительно сократить время приёма больных, нуждающихся в неотложной помощи. Отделение примет первых пациентов уже в ближайшую пятницу. А в Республиканской больнице идёт работа по реконструкции корпуса, где появится новое хирургическое отделение. Это будущее гибридное операционное для выполнения операций как эндоваскулярных, так и на открытом сердце, говоря простыми словами. Вот здесь, на этом основании, будет находиться ангиограф. Это медицинский прибор, который позволяет визуализировать сосуды изнутри и полости сердца в том числе. Оборудование позволит делать операции разной степени сложности. Кадровый состав уже обучен и готов работать. Однако для проведения большего количества операций требуется дополнительное федеральное финансирование, сказал главный врач больницы Тамазий Карапетян. Валентина Пивненко пообещала совместно с Минздравом найти на это средство во время рассмотрения бюджета на очередной трёхлетний период в сентябре. Это позволит жителям Карелии лечиться дома, не выезжая в столичные и федеральные медицинские центры. Итоги рабочей поездки Валентина Пивненко подвела в оптимистичном ключе. Пример того, что происходит в республике Карелия, это, конечно, пример очень хороший. И я полагаю, что особенно по городу Петрозаводску строятся новые микрорайоны. Обязательно должна быть та инфраструктура, которая бы действительно помогала населению и прежде всего молодым семьям решать комплексный вопрос и приобретения квартиры, и воспитания, и образования детей. Есть над чем работать дальше. Илья Лопухин, Максим Зверев, Варвара Ермоленко, Служба новостей. Здание заброшенного подросткового клуба на Боровой в Петрозаводске начали восстанавливать. За годы здесь накопились горы мусора. Хулиганы разбили окна и срезали батареи. За ремонт постройки взялось агентство городского развития. Сколько времени уйдёт на работу и как будут использовать восстановленное здание, расскажет Данил Чинёнов. Здание на Боровой в Петрозаводске забросили. Оно зажило своей жизнью. Некогда подростковый клуб стал площадкой для рисования непристойных сюжетов и надписей. Здесь же хулиганы отрабатывали навыки битья окон и сбора металлов. За период простоя хулиганы разбили всё остепление, вырезали абсолютно все батареи, срезан нижний розлив системы отопления. В июне этого года здание забрали у арендатора из-за долгов и передали агентству городского развития. Муниципальная контора восстанавливает заброшенные постройки, сдаёт их в аренду, на вырученные деньги ремонтирует что-нибудь ещё. В последние годы оно занималось восстановлением Карелия-маркета. Здесь, на Боровой, с начала июня вывезли мусор и поставили окна. Восстановлено полностью остекление, это 28 окон. Пройдены подготовительные работы и в ближайшее время приступим к восстановлению системы отопления. Поможет провести тепло компания ПКС. Присматривает за домом охранная организация «Русь». Ситилинк установил камеру наблюдения. Бизнес помогает бесплатно, потому что строится социальный объект. По окончанию здесь снова расположится молодёжный клуб. Мы встречались в том числе с теми людьми, которые когда-то здесь работали. Они готовы сюда вернуться, готовы рассказать о своём видении. Вариантов же на самом деле много. Одно и то же помещение в наших условиях, оно может использоваться абсолютно разными этими самыми, условно говоря, по расписанию для разного рода активности. Передать постройку администрации и пустить сюда молодёжные организации планируют к лету следующего года. Данил Чинёнов, Варвара Эрмоленко, Служба новостей. Первые заморозки идут в Карелию, а после них станет понятно, что делать со сгоревшими лесами. Об этом и не только. Расскажем коротко. Весной следующего года эксперты проведут оценку состояния пострадавших от огня карельских лесов. Это позволит определить степень повреждения деревьев и понять, какие санитарные рубки нужно провести – выборочные или сплошные. С 25 по 27 августа на севере Карелии ожидаются первые заморозки. Температура воздуха может опуститься до минус одного градуса, сообщает МЧС Карелии. За сутки от коронавируса в Карелии скончалось два человека. Положительный результат теста на ковид показали у 179 человек. В ближайшие пять дней республика ожидает поставки 37,5 тысяч доз вакцины. Президент России Владимир Путин предложил выплатить по 15 тысяч рублей курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов наравне с военными, сообщает Интерфакс. За неделю сотрудники Росгвардии изъяли 4 единицы огнестрельного оружия у жителей Карелии. Сотрудники ведомства провели 58 проверок на сохранность огнестрела и патронов к нему. От села Великая Губа до деревни Кондебережская Медвежгорского района в следующем году планируют построить асфальтированную дорогу. Ею будут пользоваться не только местные жители. Там открылся новый глэмпинг. Это один из проектов туристического кластера «Открытые киржи». Как выглядит первая очередь амбициозного инвестиционного проекта по развитию туризма в Зоонежье, увидела Светлана Воробьева. На живописном берегу Великой Губы Онежского озера расположился новый глэмпинг. Пока это 10 шатров палаток. Эта палатка площадью 18 квадратных метров рассчитана на размещение трех человек. В ней есть все самое необходимое. Две кровати, тумбочка, светильник, стол, стулья и даже вешалка современная. Все остальное в общественной зоне на берегу бани, а в отдельном помещении варочные панели, микроволновка, стиральные и сушильные машины, санузел и душ. На сегодня таков запрос у современных путешественников. На берегу Онежского озера хотелось сделать то, что будет в соединении с природой, максимально открыто и при этом комфортно. На данный момент, конечно, реализованы, думаю, процентов 30 от того, что мы хотим. Это вот сейчас самый минимум, который позволяет принять гостей. В дальнейшем планируется строительство кафе и видового ресторана прогулочных зон, а на двух гектарах рядом коттеджей. Территорию благоустроят световыми дорожками и газонами. Это все в будущем сезоне, но уже в этом, в новом глэмпинге побывали первые гости. Что люблю, если честно, уже комфорт. То есть те времена, которые там школьные, скажем так, уже позади, когда действительно было на байдарках и в палатках. Но могу сразу сказать, что оказавшись здесь и попробовав отдых в таком формате, однозначно уверен, что еще по таким местам буду ездить, потому что это как будто окунулся в прошлое. В этом есть такой цинус некий, который рекомендую каждому испытать. Мне очень понравилось. Этот глэмпинг – часть большого инвестиционного проекта группы компаний «Трансбалт» в районе деревни Аятевщина на площади 120 гектаров. Инвестор планирует построить еще большой туристический комплекс – гостиницу, парковки, вертолетную площадку, автокемпинг, мини-зоопарк. На сегодняшний день спрос на размещение, на отдых в Карелии значительно превышает предложение. И, соответственно, такие объекты, как открытые кижи, они, конечно, для нас важны, потому что это увеличивает тот поток туристов, который мы сегодня можем принять. Соглашение об этом инвестиционном проекте подписано два года назад, и в соответствии с ним у правительства Карелии есть обязательства. Например, создание необходимой инфраструктуры. Сейчас проект асфальтированной дороги протяженностью 3 километра от села Великая Губа до деревни Кондобережская в стадии разработки. Строительство намечено на следующий год. Светлана Воробьева, Варвара Ермоленко, Служба новостей. В Национальном театре Карелии прошла презентация первого в мире VR-бинокуляра. Пока это лишь прототип, но уже с его помощью любой желающий может увидеть спектакли, музеи и выставки сквозь призму виртуальной реальности. Подробнее расскажет мой коллега Егор Буяло. Первый в своем роде полностью автономный терминал виртуальной реальности – разработка студии из Хельсинки «Аксио VR». Ее основатели – специалисты из театральной, кино и IT-индустрии Олег Николаенко, Данил Бакилин и Элли Нярье. С виртуальной реальностью работают уже 5 лет. Будучи людьми культуры, команда решила совместно с Национальным театром Карелии создать первый в мире виртуальный спектакль с живыми актерами, назвав его «Колевало эпизоды». Это был совершенно сумасшедший проект, совершенно сумасшедшая идея, потому что мы еще не обладали, конечно, теми знаниями и умениями, которые у нас сейчас есть. Национальный театр вообще не понимал, в чем участвуют. Мы просто предложили, но они нам поверили, доверились. Сказали, давайте, что, это непонятно, но давайте. Доверились не зря. В 2020-м спектакль был номинирован на высшую российскую театральную премию «Золотая маска» в секции «Эксперимент». Но посмотреть его можно было только при помощи дорогого оборудования. Студия «Аксио» решила это исправить и создала бинокуляр, сделав виртуальную реальность, доступной для широкой аудитории. Пока что это прототип, работа над ним будет продолжаться. Продолжается и сотрудничество с Национальным театром. Грядет новый проект. Проект при поддержке президента Российской Федерации называется «Театральное путешествие». Этот проект предполагает создание двух виртуальных экскурсий. Одна из которых – это экскурсия по спектаклю «Голомяное пламя», который идет в нашем театре. Спектакль по произведению корицкого автора Дмитрия Новикова. И вторая виртуальная экскурсия – это, так скажем, по закулисью театра, по тем местам, которые недоступны обычно для зрителя. Презентуют проект в конце сентября при помощи шлемов виртуальной реальности. Егор Буяло, Борис Касьянов, Служба новостей. Театр «Кукол Республики» готов к новому театральному сезону. Глава Карелии Артур Парфенчиков и министр культуры Алексей Лесанин встретились с директором театра. Как рассказала Любовь Васильева, актеры и куклы готовы принять зрителей уже на этой неделе. Откроет сезон спектакль «Каникулы Бонифация». Произойдет это уже в ближайшее воскресенье. Ставить новые масштабные, а самое главное, качественные постановки уже на протяжении пяти лет помогает программа «Культура малой родины» театр детям. Можете себе представить, если мы начинали с программы 900 тысяч рублей, это было вместе с софинансированием Республики Карелия, то на сегодняшний год, в 2021 году, мы получили 13 миллионов 886 тысяч. Вы представляете, как она выросла? В проекте участвуют все театры «Кукол России». Для них это федеральная программа с региональным софинансированием. Таким образом, ее участники могут оплачивать гастроли, а также покупать транспорт и оборудование. Мы купили прекрасное оборудование для выезда, чтобы свои пульты, режиссерские, световые, не снимать. У нас есть комплекты, теперь нам программа позволила купить пульты. Конечно, приобретение профильного света, это для любого театра праздник, а для нашего это особенно. Планы у театра «Кукол» расписаны вплоть до 2023 года. В этом сезоне зрителей ждут шесть новых постановок. Запущен в производство спектакль «Гадкий утенок» по сказке Андерсона. Затем приступят к спектаклям для малышей. «Елка для кроха от года до трех», «Шубки феи» и «Пришел серенький волчок». Затем мы уже осенью запускаем спектакль «Спящую красавицу». Уже технический совет готовится к этому спектаклю. И премьера будет перед 8 марта «Спящая красавица». Сразу после этого мы запускаемся на Николая Васильевича Гоголя. У нас «Ревизор». На этом у меня все. С вами был Даниил Филин. Берегите себя и до встречи в эфире.